Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в One Military Camp. В прошлой серии набрали полные казармы новобранцев, чтобы успевать за миссиями, потому что бонус времени уже, походу, мы не успеем в этот раз собрать, потому что наш авиатор, который у нас был, он опечалился от сложной жизни военной, не смог перенести тяготые решения и свалил нафиг. Поэтому нужно делать нового, и я боюсь, что за 6 минут времени мы нового уже сделать не успеем. Так что, чтобы были запасные новобранцы, вкачанные на что-то куда-то, я забил в прошлый раз все казармы. Хотя они вот бегают все вот здесь только, а могли бы заниматься бы и другими бы какими-нибудь вещами. Все в одно побежали, сейчас мы их разгоним немножко. Иди вон там позанимайся. Пока они новобранцы, пока они никакой специализации не готовятся, просто качают разные навыки. Как только они их наберут, как только появится какой-то новый специалист необходимый, будем тренировать специалиста. Так, пошли найдем, где наш новобранец, который готовится стать... А не ты ли это? Нет, тут не выбрана специализация. Хотя вот написано, что... Нет, вообще-то вот... Вообще-то написано, что он. Это он, да. Так, и что тебе не хватает для счастья? Не хватайте скорости, а ты где вообще? Так, я его не туда, случайно, перекинул по ходу дела. Все, сейчас он пойдет качать скорость, но, боюсь, уже не успеет качать скорость до нужного. Ну, потеряем бонус, как бы бог с ним на самом деле, потому что, ну, не будет этого бонуса и не будет игра. На мой взгляд, несложно, мягко говоря. Ну да, пока там первые запуски разбирался, где какие кнопки, еще ладно. Но, опять же, никакому провалу время потрачено на это разбирательство не привело. Миссии как шли линейно, так и идут. То есть, там проще, сложнее, ничего нет. Поэтому непринципиально. А да, как пишут иногда в комментариях под разными играми, да все, да ты не умеешь в эту игру играть, все, ты проиграл. Да нет. Чтобы проиграть в игру, нужно дойти до конца. Я не отгружаю каждую там потерю, каждое поражение, поэтому знаю, что игру можно выиграть даже с какими-то проблемами и на старте, и в процессе. Просто в процессе, если игра трудная, то придется починать какие-то инструкции, какие-то гайды посмотреть, может быть, чтобы выяснить, где там спрятаны хитрые механики для победы. Но это не про эту игру. Тут как бы все просто, все понятно. Поэтому то, что не успели за бонусом, пик с ним. То, что ушел авиатор, ладно, переживем. Здесь ничего такого. По крайней мере, пока. Может быть, может быть, просто надо подальше пройти. Потому что раз есть оборона, то будут враги нападать. Может быть, они будут прибегать, все ломать. Надо будет все ремонтировать, отбиваться. Какой-нибудь экшен может пойдет. Но пока нет никакого экшена. Но пока мы просто топчемся на базе у себя. Копим науку. Копим бойцов. И все. Так, ну что ты, бойчина? Нет, еще не успел. Несмотря на то, что стоит на тренировку. На постоянную. Последняя минутка. Ну ладно. Ну не будет бонуса. Что ж поделать. Мне бы еще бы ускорить. Сколько сейчас? В два раза. Еще бы кнопочка была бы в четыре. Чтобы еще шустрее все это проходило. Ну кстати, набрали науку. Пойдем хоть что-нибудь исследуем. Склады. А вот медсклад сейчас сделаем. Чтобы он тоже работал автоматически. Подожди, подожди. Апгрейд. Вот это мне надо. Есть апгрейд. И теперь ставим от 5% автоматическую закупку. Миссия из стекла. Мы не ответили вовремя на реквест. И теперь потеряны урожаи. Потому что вода разлилась. Но вот что-то новенькое. Что-то новенькое. Потому что миссия совсем пропала. И появилась новая миссия. И в новой миссии теперь нужно уже два авиатора. А можно без авиаторов, а? Так-то. Если мы... Нет, нельзя. Без авиаторов нельзя. То есть... Сейчас мы одного не успели скопить. Сейчас придется второго еще. Набирать авиатора. Ну ладно, давай, давай. Так, авиатор требует скорость и силу, да? Ну вот, реактивная белка у нас есть. А вот, кстати, нормальный. Он и по скорости, и по силе уже натренировался. Быть тебе авиатором. Так. Быть тебе авиатором. Докачивай силу. Чуть-чуть. И чуть-чуть скорости. Ну вот, подкопили кого-то. Так, тебя давай на скорости тоже куда-нибудь отправим. Чем-нибудь еще позаниматься. Так, ты тоже хватит заниматься книжками. Ты иди спортом займись. Ты иди силу подкачай. Ты иди постреляй. Разогнали их по кучкам, по разным. Так, а ты тут утомился уже, бойчина? Ну иди да отдыхай. У тебя никакого не стоит режима перегрузки. А вот ты, походу, все, да? Лады и иди на отдых. Не успели докачать даже первого авиатора. Так, зато второй. Вот второй уже отлично готовый авиатор. Все, нам нужен еще один. Но этот устал и не дотянул-то парочку всего очков. Судя по всему. Ладно. Подождем. Так, что с домами? Нету работников ночной смены. Сейчас ночь у нас, да? Ладно, приду днем, не страшно. Ну-ка, а с одним авиатором-то хотя бы можно? Да нет, нифига. Пока весь набор не соберешь, нельзя. То есть, игра тебе даже не дает миссию провалить по-хорошему. Ты пока не соберешь нужный набор, на миссию не вылетишь. А так бы, ну, с одним авиатором бы. Да, нехватка персонала некоторой. Да, шансы там пониже на победу. Ну, окей, я готов рискнуть, например, да, там. Как-то пошли там потери, не потери. Если война тут идет, типа, да, что это за война? У нас в нашей стране потерь нет вообще. Хотя, ладно, там были в какой-то миссии. Один какой-то погиб. В общем, конечно. Не знаю, у меня прям такое отношение. Она простая, и ее несложно снимать, и она набирает просмотры. Поэтому, если она тебе нравится, ставь ей лайки, пиши под ней комментарии. Она будет попадать в рекомендации YouTube, будет набирать больше просмотров, и будет дольше выходить на канале. Потому что, как только она просмотра потеряет, я на нее тоже забью. Я тут не вижу прям соревнования какого-то. Так, ну что, тут готов? Нет, нет, все еще не готов. Так, ты там перекачанный тоже куда-то. Ты уже занимаешься. Все, ну все в спячку пошли, ладно. Днем раздадим им задания. Немножко сделать их по сбалансированию. Потому что я их набрал, они все ломанулись куда-то там в одну область качаться. Так, а где закончились припасы? А что это у вас закончились припасы? Вот у вас еда стоит. Вы что, офигели, что ли? Давай поднимем, может быть, от 15% или даже от 20%. Пусть почаще привозят. Возможно, что здесь не было достаточного, когда увозили. Хотя нет, вот написано 96. Что вам надо еще? Есть третий повар? Нет третьего повара. Хотя нет, все, всех накормили. Хотел, думал, повара. Это что у вас засрать в углу? Вы что в столовке развели? Это проросла. Или это куча мусора, шею, за фигня такая. Вроде там урна какая-то, да? Или цветы такие иссохшиеся. Не знаю, какая-то фигня. Ладно. Всех накормили, проблема решена. Автоматически, без моего часть. Ну вот, подвезли новую еду. Так, ну с этими понятно все. Что там с желающими поработать? Нет, такие нам не нужны неудачники. Выкидываем, выкидываем. Проглота, проглота тоже выкидываем. Бесконечная ночь, когда уж это все закончится? Когда уже будет день? А, он уже пошел. Так, ну как раз ты проснулся, побежал на тренировки. Пошел он в бар клубиться. Или ты унылочка, нет? Как посмотреть-то? Унылочка, не унылочка. Нет, не унылочка, нормально. Половинка. Половинка счастья есть? Хорош. Для авиатора достаточно и половинки счастья. Давай посмотрим на этого парня. О, запыхался. Один круг всего пробежал, запыхался. Ну что ж ты, парень? Есть. Молодцом, справился. Все, есть второй авиатор. Пошли на миссию. Ставим второго авиатора. Погнали. Ура, запущена миссия. Так, посмотрим теперь наших... Ну давай их по скорости выровняем. Так, двенашка силы. Маловато силы у тебя. Так, ты... Тоже дохлячок какой-то. А, я смотрю, там лимит 16. Собо много ты не загонишь. 80. Тебя, значит, в скорость. Тебя в силу. Тебя в скорость. Тебя тоже можно в скорость закинуть. Все, есть. Всех распределили. Но я надеюсь, они выспатся сначала, потом начнут суету наводить. Хотя, может, сейчас и сразу подорвутся. Да нет, дрыхнут. И не знают, что их ждет с утра. Особенно ботанов, которые сидели там в аптеке. Ой, в аптеке, говорю, в библиотеке. До 80 вкачали. О, о, примерно. Тона. 84 вкачано. А сейчас ее физуха будет. Ждать вам, смотри, скелетика вы припали. Сейчас ее будет ждать физуха. Ну-ка. Такие толпы в клуб идут. Вы что, вообще? Ну, может, еще какой-нибудь построим для разнообразия штукенцию. Такую развлекательную тренинг. Так-так-так, где тут что-нибудь развлечение? Вот это мы построили, да? Вот это что такое? Музей повышает мораль. Но оно все повышает мораль, на самом деле. Тут не так уж, чтобы кинотеатр. А это что? Боулинг. Кинотеатр 18 тысяч. Я-мое. Может, просто вот парк. Так, парковая зона. А есть покрупнее парк. Маленькие все парки какие-то. Ну, ладно, вот давай парк воткнем. Красиво будет. А здесь еще домов наставим. Как раз у нас будет улица. Здесь дома. Здесь заворот улицы. Здесь еще дома. Здесь. Здесь потом придумаем что-нибудь. А то не очень хочется на такую ерунду стоит тратить. 18 тысяч там. Музей, конечно, можно за четверть так. Там ровно будет, если сюда вот. Будет ровно. Ну, давай музей воткнем. Будет хоть какое-то веселье разнообразие. Все отлично. Ну, вот ходят, тусуются. Туда тоже ходят. Стеллы. У нас тоже были Стеллы. Героев, выпускников. Рядом с плацем. Так что Стелла. Да, дело такое. Память. Это важно. Так, ладно. Все, музей построили. Что там с нашими? Месяца закончилось. Уже надо нажать просто. Получил 9,5 тысяч. Все вернулись. Мы победили. И плюс 3,600. Плюс 3,600. Можно набирать больше народа. Давай возьмем повара еще одного. Там что-то с поваришками не очень. Ну, вот, кстати, хороший повар. Возьмем тебя. Да. Теперь у нас будет 3 повара. Так, ты автоматом прицепилась. Да, автоматом прицепилась. Домик есть у тебя? Нет. Да, домик у тебя есть. Все хорошо. Йоку Эндо. Авиатор уставший. А, кстати, давай. Освободим авиатор от нагрузок усиленных. Так, и ты голодная, и холодная, и уставшая. Все, отдыхай. С миссии вернулась. Топой. Так, эти все бегают. Суету на это. Две миссии на выбор. Снова появился выбор миссий. Наконец-то, наконец-то. Что у нас тут есть? И не там, и не там у нас не хватает набора. Сейчас будем новый специалист, значит, делать снайпера. Будем делать снайпера. Хорошо, пошли делать снайпера. Нам, наверное, для снайпера надо... Домик для снайпера, не иначе. Вот он, домик для снайпера. 1200. Покупаем. Не покупаем, исследуем. Исследуем домик и... Покупаем домик для снайпера. Здесь все, да, домик для снайпера. Так, как бы это все завернуло. Что-то размазывается куда-то все. Такс, там по две будет. Давай вот так воткнем сейчас. И вот здесь завернем. И он норм. Посмотрим домик для снайпера. Такс, укрыть. Такой вот домик. Ну, вон, да. Маскировочка снайперская. А это что за кубики в воде плавающие? Непонятное что-то. Напиши в комментариях, если ты знаешь, что это за прикол. С ведром и кубиками, которые плавают в воде. Тут, понятно, маска-аллад, да? И стрельба по мишеням. Тут вопросов нет. А вот с кубиками что-то? Что-то необычное. Пойдем искать, кто у нас подходит на роль снайпера. Снайпер требует трех. Трех, значит, сила. Посилия. И фиолетовая двинаха. Ну, вот хороший снайпер, я думаю. У него три параметра. Хорошо выставлены. Не до конца, но близко. Так, ты качаешь, что у нас? Силу докачиваешь. Ну, все, снайпер. Готов снайпер. Так, а по второй у нас... Джиггернаут. Пойдем у Джиггернаута тоже начнем делать сразу. Что нам откладывать? Ах ты, науки не хватает. Надо же. Ладно, подождем науку. Тайм-бонусы все равно не успели уже. Везут боеприпасы туда. К снайперам. Давай проведем еще дорогу. Вот отсюда. Так вот сделаем. Чтобы им не надо было обходить. Вот здесь можно, кстати, складик воткнуть на единичку. Хотя вроде хватает и топлива не на нуле. Аптечки сейчас подкупят. Пойдем себе складик. Ну, давай какую-нибудь декорашку на одну. Клеточку. Есть какая-нибудь красивая фигня. Вот флаг. Тындык. Ура, смотри. У нас появился флажок. Да, емая. Вот такой флажок у нас. Красота. Все будут бегать и видеть теперь флажок. Нравится мне расположение мишенного поля вот этого. Напротив клуба прям. Если снайпер не попадет, то кто-то тут рискует здоровьем. Прям проходя. Пинс. Пинс. Так, а у нас еще же было стрельбище. Кто-то стрельбище. Куда? Да, тоже. Стрельбище в подрывниках. Вот хотя бы какие-то бетонные стены. А тут-то вообще фанерные. Фанерные мишеньки, досочки. Прям на вылет будет сейчас вырубать. Ну, ладно. Снайпер где-то. Где-то снайпер. А, вот же он. Красная угроза. Красная тревога. Наша разведка подтвердила, что Джантин отправила нескольких шпионов, чтобы саботаж устроить нашему лагерю. Вот это ничего себе. Вот это неужели же. Наконец-то. Так, ну все, я понял. Мы в беде. Все, давай. Теперь давай смотреть, как это работает. Наконец-то атаки на лагере начали. Сейчас придется что-то делать. Это шпион крадется. О, шпион вражеский. А что в автоматом его не спалили? Чучундры. Побежал, побежал за шпионом. Смотри, бежит, 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 бежит. Я одного только спалил, да? Че ты машешь руками, дворожеский шпион? Вали! Ты че ты? Что это нафиг было? Зафигня такая. Что это было-то? Должна была подбежать сразу в бубен ему треснуть. Я, моя, шпион, вот это. Так, а ты кто? Ты наш, да? Так, ну пока угроза такая себе. Не очень, не очень стрёмная была. Может просто повезло, что я быстро этого шпиона увидел. Так, ну ладно, хорошо. Сколько денег? Плюс 3200. Берем еще тогда в охрану на входе. И еще одну вышку давай такую сделаем. Со входа, чтобы они не пролазили. Прям уж вообще так-то. А, нету смысла, она и так перекрывает по площади. Тогда просто возьмем кого-нибудь в охрану. Кому-нибудь. Фиолетовый, по-моему, да, на охрану. И быстрый он еще такой, быстрый. Иди сюда. Есть, подписали. Теперь нам нужны домики. Как раз у нас тут есть заготовка под улочку. Хотя это вообще странно. Почему это военный лагерь охраняют вольно-наемный персонал, которым требуются домики. По-хорошему охраной должен заниматься караул, да, из числа военнослужащих. А тут почему-то вольно-наемные. Ну ладно, вот вам домики. Ой, этот, этот не надо. Сломай этим. Тут завернуть дорогу я хотел. Чтобы вон там еще было место под домики. Вот в камень упрем. Ну и вон туда продним тоже. Хотя нет, вроде не вписался этот стражник. Сейчас проверим. Так, а что там происходит? Что-то крутится? А, кто-то на центрифуге. Что такое крутится? Понятно. В центрифуге кто-то крутится. Тайм-бонусы снова все прошли, но... Ладно. Хочу выяснить. Да, в маленьком в частном домике живет. Странная фигня, конечно. Смотри, минометчик там что-то пытается фигарить тоже. Не хватает. Ну, будет хватать попозже. Пока взяли одного, хватит. Опять еда вот заканчивается, кстати. Кстати, заканчивается. Давай тут еще поднимем тогда. Походу, действительно, в какой-то момент они не могут догрузить. Пусть сразу подвозят. Как только половину со склада вынесут, пусть везут. Не может найти. Все, уже может найти. Что-то не мог найти. Теперь все нашел. Погнали. Скорость увеличиваем. Снайпер. 67. Это вкачал. На скорость теперь тебя надо переставлять. И потом еще на точность. Узу снайпера уже долго качать. 1155 науки. Пошли для Джаггернаута. Откроем. Нет, не откроем. 1200 надо. Ладно. Откроем попозже Джаггернаута. Тоже, я думаю, пора уже его начинать. Потому что у него тоже там 3 параметра. Он тоже будет долго довольно готовиться. А пока не закроем эти две миссии. Новые не появятся. С миссиями тут. Конечно, так. Такси. 5%. Давай сделаем тоже побольше. Шпион. Шпион идет. Я вижу тебя. Я тебя спалил. Шпион. Наружная угроза. Вали его. Да что ты им руками. Потому что... Блин, что ты захоронь. Подбеги его шокером, чтобы долбанить. Дубинкой по нему стукни. А по-хорошему сразу по коленям ему стреляй. Чтобы он не убежал никуда. Потому что он уже проник на территорию базы. Он уже нарушил. Поэтому уже можно задерживать с применением его силы. А не вот так вот ставить руками, размахивать. За что ты зарплату получаешь? Ну это антидроны. Антидроны пока нам не нужны. Антидроны пока не прилетели. Так, а ты что, разломано уже? А, перегружено. Генераторы. Вот чем давай займемся. Давай займемся. Хотя Джиггернаута надо. Эта штука откроется только когда будет лагерь более высокого уровня. А для этого надо миссии набрать. Еще 4 миссии. Тогда будет четвертый уровень. И тогда откроются новые генераторы. Сейчас что-то не очень так-то. Перегрузочка уже искрит. Хотя в других местах вроде не искрит. Еще один генератор воткнуть. Давай воткнем еще тогда один генератор. На этой стороне походу просто маловастенько. Маловастенько. Вот у нас вот тут есть места. И давай вон туда вот поставим. Дорогой соединим все это. И провод протянем. И что-то ему не помогает. А там вообще походу я провод не дотянул. Да. Поэтому там была перегрузка. Потому что он один стоял работал. Без проводов. Ну ладно. Исправили эту историю. Пошли за джиггернаутом. Так. Угроза. Угроза. Проник шпион где-то. Вот он. А. Ну он уже поймал его на самом деле. Вон. И он дернул. Продолжаем строить джиггернаута. Ту-даун к снайперам его. Закидываем. Че как выглядит домик джиггернаута. Пулеметы-пулеметы. Снайпер еще не готов там. Случайно. Да нет. Че-то он вообще. Не очень-то. Ну-ка давай-ка усиленной тренировки. Вообще не шевелится. И начинаем готовить джиггернаута. Хотя джиггернаута можно было начать чуть раньше. На самом деле не дожидаясь домика. Ладно. По желтенькому. Кто у нас тут? 80-70. Неплохо. Силы не хватает. 70-70-15. Ну вот это пусть будет джиггернаутом. Да, сэр. Тут силы побольше. Да, уже два готовых полностью. Только скорость надо вкачать ей. Все, пошла на скорость. Пошла на круглосуточные тренировки. Этих качаем. Как шпионы-то пролазят. Тут же есть башенка. И тут... Но тут, ладно, далеко. Но здесь-то прямо башенка перед входом. Бездарности. Охрана такая. Хотя вот экспо растет у этого чубрика, по крайней мере. Вот он, наверное, тоже растет. Где твой экспо? 54. Нормально. Ну, не знаю. Ладно, пусть. Опять же, ну, полазили эти шпионы. Никто ничего не сломал. Никто ничего не испортил. Поэтому... Ерунда. Оно вот, кстати, очень общий прогресс-то видно по специализации. Так, ты иди теперь учись стрельбе, потому что это уже готово. Да. Остальное, что автоматом он не переходит. Мог бы и тут вкачал, ушел сам. Ладно, сейчас он докачается. Я думаю, снайперу успеем за эту серию сделать. Не так там у него много. Ну вот, пошел кач. Ну куда ты, куда ты? А, в другую сторону пострелять. А есть разница? Вообще никакой. Еще чуть-чуть, напрягись. Сберись тряпкой, еще пару пунктов осталось вкачать. Деваха готова уже, нет? Нет, девахи-то подольше еще. Еще один пункт. О, ты че там и отдачей прибило. Ладно, все, специализировано. Все сделал без снайпера. Чуть не убился там, блин, калечный. Отправляем на миссию сразу. Сразу пусть идет на миссию. Ну а миссию уже посмотрим в следующей серии. Так что подписывайся, ставь лайки, комментарии и так далее. Спасибо за просмотр и пока!